Друзья, добрый вечер. Мы тут опять в полевых условиях. Я немножечко устал, но семинар нам нужно провести. У нас накопилось очень много вопросов. Пожалуйста, напишите, нормально ли со звуком, потому что у меня нет человека, который бы мог следить за этим. И мы начнем тогда. Вопросы у меня подготовлены, мы их с вами обсудим. Замечательно. Немножечко не по плану семинар. Я все-таки склонялся к тому, чтобы проводить семинары на выходных. Но, увы, мы не будем вкладываться в график. И вообще немножко затягивается все. Я сейчас на сыроварне, на той, которой я теперь буду работать. Акклиматизируясь, класс начнут ремонтировать со дня на день. Там будет все поудобнее. Пока вот расположился в кабинете. И будем здесь. Я думаю, что пару занятий я еще запишу здесь, пока мы не перейдем в нормальное помещение. На днях сниму свою сыроварню на видео. Сходим на экскурсию на ферму. Кому это будет интересно, я все это покажу. Так. Вот. Таня говорит, чтоб я не умирал и ближе к делу. Так и быть. Всем добрый вечер. Давайте по вопросам. Их накопилось очень много. И они довольно интересные. Молодцы, что задумываетесь. Я отвечу на последний вопрос, потому что не включен тут список по поводу Мейта. В WhatsApp был задан вопрос, к чему относится Риннет. Риннет ни к чему не относится, потому что Риннет – это английское название химозина. Сычужного фермента, точнее говоря. В данном случае у вас фотография приложена пакетика Мейта. Это микробиальный фермент, но производитель не раскрывает особенности его. Поэтому точно сказать, как он работает, никто не может. Очень мощный и однозначно у него неспецифическая активность зашкаливает. И теперь по порядку, по вопросам. Если не все задали, если сейчас будут вопросы, пишите в YouTube, пишите в чате. Времени у нас много. У меня там молоко на охлаждении стоит 900 литров. Мне спешить некуда. Так, значит, первый вопрос был, как можно узнать характеристики молока при изготовлении сыра в домашних условиях или мини-сыроварнях? Как понять, стародойное молоко или нет? И какой процент жирности у той или иной коровы? Какие еще нужны измерительные приборы для сыродела, кроме градусника и PH-метра? Друзья, ну, во-первых, если вы варите сыр дома или у вас совсем маленькое производство, покупать анализатор молока, конечно же, не выгодно. Более того, я вам скажу, не покупайте анализатор молока. Если вы хотите знать параметры своего молока, либо молока, который берете на ферме, вы спокойно можете на ферме. Один раз в месяц хотя бы спросить у заведующего фермы, я не знаю, кто там отвечает, у ветеринара на ферме, спросить показатели их молока. Потому что они каждую партию молока обязаны проверять. И жир, белок, они вам скажут. За месяц, как правило, эти показатели сильно не меняются. Если это действительно нормальная ферма, а не место, где издеваются над животными. Если же у вас свои животные и вы задумались над вопросом, а какие же показатели жир, белок у вашего молока, вы можете сходить к ветеринару в вашем районе и сдать молоко на анализы, если вы его где-то реализуете. Вы так и так должны это делать. И вам опять же скажут результаты и в течение месяца вы спокойно от них можете отталкиваться. По поводу стародойное молоко или нет, как правило, я уверен, что на многих фермах частично такое молоко в общую массу попадает всегда. Так как у них запуск коров идет планомерно в течение всего года и избежать этого невозможно. Но так как коров много, молока много, серьезных изменений за счет этого вы ощущать не будете. Вот если вы у совсем маленького фермера, где 2-3 коровы и у него запуск идет практически в одно и то же время, потому что это ему так удобно. Насколько я помню, когда я работал еще с мелкими фермерами, они все в зиму пытались их запускать, когда корма немного. Вот в таких случаях, конечно, может сильно повлиять, но тут вам придется ближе общаться со своим фермером и поддерживать с ним дружеские отношения. Либо послать такого фермера, извините за откровенность. Какие еще приборы, кроме градусных крепежметров? Ну, в принципе, этого вам должно хватать. И единственное, я бы к этому добавил тесты для мастита. К сожалению, вот эта беда, большая беда, стоит это все недорого, и в курсе мы будем о них говорить. И если вы умеете с ними работать, они у вас должны быть. На входе тест на мастит и на пиаж это вас спасет от выкинутого сыра и от потраченного времени однозначно. Есть еще неплохие тесты, которые вам помогут понять бакопсисемененность, но мы о них поговорим попозже. Они совершенно недорого стоят. Можете погуглить так называемые микробитесты. Их производит Углич. Их приобрести можно также у них. Одно время мы вели разговор с магазином про сыр для того, чтобы они ввели их в ассортимент. Но пока я их там не увидел. Видимо, спроса нет. Вопрос номер два. По теме солевое равновесие количество кальция в ионном и казинат кальциевом составе влияет на скрипучесть. Влияет ли, наверное, на скрипучесть и жесткость будущего сыра? Однозначно влияет. Но как это нужно рассматривать? Давайте приведем замечательный пример. Халуми. Халуми – сыр, который у нас один из немногих сыров, которые в готовом состоянии с довольно-таки высоким pH. Те, кто не использует закваски, те, кто пастеризует молоко, скорее всего, уйдут с pH на варку 6,5. Это высокий pH, при котором у нас еще не идет растворение солей кальция, и ионы кальция не выпадают из матрикса нашего сырного сгустка. При таком количестве связей, конечно же, сыр будет жестче. Сыр будет скрипеть, но вот этот скрип, он все-таки проходит. У нормального сыра он проходит намного быстрее, чем у халуми. И этот скрип также связан с реологией сыра. То есть, чем больше связей, мне без доски неудобно. Шла речь о бумажках, я не освоился еще здесь. На днях куплю флипчарты, все будет намного легче. Вот эта связь в матриксе. И чем больше у нас связей между мицеллами газина, тем плотнее сырный сгусток. Вот только давайте не путать твердость и плотность. То есть, твердость там мы пересушили, либо уменьшили количество влаги, либо это так было задумано. Мы сейчас говорим о плотности. Вот этот скрип напрямую связан с реологией сырного теста. Чего возникает скрип? То есть, если мы сыр так пожмем, он скрипеть у нас не будет. Скрип возникает, когда мы начинаем разжевывать наш сыр. И вот эти плотные связи приводят к тому, что сыр на ранних стадиях скрипит. И скрипит чаще всего всегда. За исключением некоторых моментов, когда у нас, например, сыр полумягкий. И там высокое содержание влаги. Либо, например, это очень высокожирный сыр. Если мы добавим очень много сливок. Там, по-моему, был вопрос о том, как жир влияет. Посмотрим, если что я добавлю. Почему же этот скрип уходит? Уходит, потому что по мере того, как у нас сыр созревает. А созревать он начинает, в принципе, у нас с первого дня. В результате протеолиза. Про протеолиз вы смотрели в лекциях. Это у нас, когда разрушается белок. У нас происходит что? У нас не кальций уже уходит из связки. У нас происходит разрушение белка. И за счет этого уменьшается количество связей. И тем самым скрип у нас уходит. От кальция зависит реология, плотность. Но напрямую к кальциям мы регулировать ничего не можем. Регулировать мы только можем кислотностью, набором кислотности в результате нашего технологического процесса. Это очень важно. То есть история о том, что мы внесли много хлористого кальция и сыр стал жестче. Нет, тут вообще не катит никак. Так, что такое второй нагрев молока? Тут все вопросы Татьяна подобрала. Поэтому некоторые я буду пропускать. Там во время обсуждения это уже всплывало и были ответы. Все-таки желательно в вопроснице не выходить нам на обсуждение. Потому что сегодня Татьяне пришлось поработать, чтобы собрать вопросы все. Так, четвертый Денис по теме солевой баланс вспоминал про кальций, название которого не вспомнил. Для коагуляции что это? И помнится, ты рассказывал про использование селитры в сыре. Это же тоже соль кальция. Ну, я наверное отвечал, но давайте от обратного. Селитры это не соль кальция. Селитры используется для защиты сыра от клостридий, от позднего вспучивания. Очень активно она использовалась во времена Советского Союза. Но и сейчас тоже на этикетках мы можем увидеть селитру. В современное время используется чаще всего лизоцим. Но дело все в том, что лизоцим он и дороже, и не так действенен, как селитра. Поэтому селитру мы можем встречать до сих пор. Так, кальций для коагуляции. Вот что-то я не помню. Кто задавал вопрос, может расшифруйте получше эту тему. Так, вопрос по поводу жира и белка. Влияние на пену. Я тоже отвечал о том, что на эти показатели нельзя ориентироваться вообще. У нас в одной из тем будет пенообразование, но вскользь, то есть мы не будем вдаваться в эту тему. И там мы рассмотрим, как это зависит от жира и белка. Но я еще раз повторюсь, я уже говорил об этом в чате. Это слишком косвенные признаки, на которые ориентироваться нельзя вообще. Молоко не однородная структура с определенными свойствами, где можно сказать вот так, значит свойства такие. А если вот так, то свойства такие. Там слишком много действующих веществ и у нас следующая лекция будет после теста. Она называется, она как раз посвящена тому, что молоко полидисперсная система. То есть там слишком много задействовано для того, чтобы судить по таким вещам хотя бы как пена. Так, пастеризацию я пропущу пока. Ну вот седьмой вопрос хотел бы с вами обсудить. Денис, на семинаре была речь про буферную способность и разное количество заквасочных культур от времени года. Количество заквасочных культур вы вносите интуитивно или есть какие-то графики, временные обязательные параметры скорости набора кислотности и времени выдержки. Где это найти? Возможно в чате кто-то пропустил, потому что я отвечал там. Дело все в том, что вам придется привыкать к вашему молоку. Прямой зависимости вообще никакой нет. Ориентируйтесь на данные, которые у вас есть в спецификациях для культур, для того чтобы понимать, как действует та или иная культура, с какой скоростью и при каких температурах, что немаловажно, идет набор кислотности. А вот дальше, к сожалению, ваш опыт. Однозначно ответить, что вот сейчас зима и нужно сделать так, а сейчас лето, например, нужно увеличить, не будет. Но к своему молоку вы привыкнете довольно быстро. Денис по липазе. Вот у меня в процессе созревания сыра появляется свободный жир, который так любит липаза. Скажите, пожалуйста, от чего зависит появление этого свободного жира именно в процессе возревания? Как-то можно его повысить, чтобы липаза лучше работала? Ну, вообще, я заметил, липаза и липолиз очень многих волнует эта тема. Поэтому вопросов по ней было довольно-таки много. Наверное, давайте я отвечу здесь. Если повторяться будем, то отвечу еще раз. И, друзья, если даже сейчас что-то непонятно, пожалуйста, пишите это сразу же в чате, чтобы мы остановились. Так, еще раз повторимся о том, что жир сам по себе, молочный жир, никакого вкуса не имеет. Это раз. До того, пока не произошел процесс липолиза, либо мы можем его назвать гидролизом жира, либо ферментацией, кому как удобно. Так и называйте его. До тех пор, пока жирные кислоты не отделились, никаких вкусов у нас нет. Но, есть тут несколько но. Первое, во-первых, свободные жирные кислоты есть сами по себе, в молоке, в нативном виде. Они у нас попадают в молоке и в молоко еще в вымене. Второе, для того, чтобы липаза добралась до жира, как вы правильно пишите, как мы обсуждали в теме, то есть должны быть какие-то условия. А молочный жир защищен оболочкой. И вы знаете, эта оболочка, она же не именно для того, чтобы у нас жир был защищен, и так природа подумала о нас, а для того, чтобы сохранялась эмульсия в молоке. Как возможно разрушить эту оболочку? Ну, слушайте, ну идеи, конечно, когда я увидел этот вопрос, идеи у меня было много, вплоть и до того, что полностью отсепарировать молоко и затем смешать с обратом, догнав до исходной жирности, потому что сепарация – это довольно сильное физическое воздействие на жировые шарики, и часть из них будет разрушена. Вопрос, надо ли оно. В процессе созревания у нас там на днях сегодня или вчера был тоже вопрос, вы там обсуждали, я видел по поводу того, как же эти шарики разрушаются дальше в процессе уже созревания сыра. Это происходит и также и физически, и химически, потому что оболочка не вечная, у нас уменьшается количество влаги в процессе созревания, у нас идут протеолитические процессы, которые также будут влиять на белковую оболочку, и жир у нас будет оказываться в свободном состоянии и доступном для липазы. Но вот если вы хотите действительно сделать ярче вкус, варианты у вас какие? Не обязательно дестабилизировать оболочку жировых шариков. По-моему, это слишком грубый подход. Для чего вы хотите увеличить яркость вкус этого? То есть, если это молодой свежий сыр, увеличите количество жира. С увеличением количества жира, с добавлением сливок вы так или иначе увеличите количество и доступных уже свободных жирных кислот и просто доступного молочного жира. Внесите больше липазы или вообще внесите липазу, потому что вы понимаете, что после пластеризации все нативные липазы будут уничтожены. И единственное, что у нас там может остаться, это либо липазы психотрофных бактерий, которые, кстати, неплохо выдерживают высокую температуру. Но ничем хорошим они нас не грозят. Либо липазы будут появляться в результате жизнедеятельности наших бактерий, наших культурных бактерий, которые мы вносим. Так, к сожалению, издержки записей на телефон. Мы остановились на том, что липазы нативные разрушаются, а липазы наших культурных бактерий, они либо слабые, либо их мало. То есть, если вы где-нибудь найдете свойства культур, я не помню. Кто-то, у кого-то из производителей есть. По-моему, даже Хансен в своих дополнительных документах дает уровень липолитической активности бактерий. Вот она довольно низкая. Высокой липолитической активностью обладают плесени. Поэтому после плесени у сыра такой яркий вкус. Там они выделяют огромное количество липаз. И очень многое зависит от того, что же вы хотите получить. И от этого вы уже будете думать, как ускорить липолит или расширить его действие. Вот тут вижу вопрос. Когда липолит – это зло и прогорклый вкус? Ну, однозначно могу сказать, что зло, когда липазы психотрофных бактерий. Однозначно негативные чаще всего липазы вырабатываются бактериями технически вредной флоры. Мы это будем рассматривать с вами на микробиологии. Прогорклый вкус может вызывать автолиполиз. Вот та же история с медью, которой я вообще, честно говоря, боюсь касаться. В том числе и некоторых историй, которые есть в традиционном сыроделе. И мы пытаемся их повторять, не зная, что они дают на самом деле. Но чаще всего, точнее не чаще всего, как бы это правильно выразиться, друзья, результаты липолиза – это результат качества молока. Вот так будет правильнее сказать. Я думаю, кто делает козий сыр, замечали, что его, в принципе, не нужно нормализовать, молоко козье. И как бы мы не извращались над сыром, получить неприятные нотки вкуса в козьем сыре довольно сложно. И мы с вами говорили на лекции о жирно-кислотном составе молока. Вот главная роль, к сожалению, невозможно нам ее контролировать, это в первую очередь жирно-кислотный состав молока. И в Европе уделяют очень много внимания к кормлению животного для получения определенного жирно-кислотного состава. Возможно, и молоко на вкус хорошее. Возможно, молоко по показателям хорошее. И сливочное масло из него вкусное. Но вот когда мы делаем сыр, и даже минимальные действия липолиза могут дать неприятный вкус. Вот это как раз-таки состав жирных кислот. Они же есть все, практически все жирные кислоты, которые сейчас найдены в молоке. Они будут и в вашем молоке, и в моем молоке, и в молоке коровы-соседы, и неважно чего еще. Но вот в каких пропорциях они там будут, вот это главное отличие. И во время созревания сыра у нас всегда появляются жирные кислоты, которые отвечают, например, за прогорпый вкус, салистый вкус, маслянистый вкус, рыбный вкус. Они там все есть. Они составляют вкус сыра, но только они там находятся в таком количестве, что не вызывают отторжения. А вот когда их становится больше определенного количества, тогда мы чувствуем эти неприятные вкусы. Если в молоке, в молочном жире молока этих, ну давайте назовем неприятных, неправильно конечно, неприятных жирных кислот больше изначально, то что бы вы ни делали, они у вас появятся. Появятся во вкусе. И единственный шанс спасения – это уменьшать жирность молока и не делать сыры с длительным вызреванием. То есть сделать там полутвердые, даже какие-то твердые до двух месяцев и все. К сожалению, это та проблема, которую мы можем диагностировать, но вылечить сами мы ее не можем. Можем уменьшить последствия, но избавиться полностью не можем. Если вносим липаз в молодой сыр, она успевает сработать? И еще для вносимой липазы тоже нужен свободный жир? Да, она успевает сработать, об этом идут споры и можно очень много говорить об этом. Но, друзья, это обычный химический процесс, биохимический, разницы никакой. Он начнется сразу. Другое дело, как раз-таки ваш второй вопрос. Свободный жир. Да, сколько в молоке свободного жира? Липази, которую мы вносим, также нужен свободный жир. Величите жирность сыра. Она сработает быстрее. Уменьшите жирность сыра. Она будет работать еще дольше, чем обычно. Говорят. Кто-то говорит два месяца, кто-то месяц, кто-то три месяца. Но химический процесс, он как бы сам по себе и нас ждать не будет. Так, немножко я запутался в вопросах, ладно. Так, вот опять по теме липазы. Липазы. Липазы, козья телячьи овечья, которые в продаже, они очищены от некультурных психотрофных липаз. Ну, во-первых, там психотрофных не может быть. По той причине, что эти липазы, я не знаю, как большинство производителей, но чаще всего они также делались из желудков. И да, они очищены и будут давать именно определенные ноты вкуса сыру. Либо козьей, либо телячьей, либо овечьей. Критерии вкуса. Честно говоря, по поводу критерия вкуса. Ну, что значит критерии вкуса? Давайте вспомним, как работает липаза. Липаза отщепляет от молочного жира жирные кислоты. Чем различаются козья телячьи овечья? Специфичностью. А какие жирные кислоты она отщепляет? Как идет вообще отщепляет? Как она встроиться может в молекулу молочного жира и где она начнет работать? Вот в этом их разница. И в зависимости от того, какие жирные кислоты она будет отщеплять, мы и будем получать определенный вкус. В данном случае, так как это козья телячьи овечья, и они же есть в нативном виде в молоке, мы будем получать как раз таки вот эти специфические вкусы козьего, овечьего и телячьего, кстати, тоже молока. Культурные липазы боятся повышенных температур однозначно, как и любой фермент. Липазы работают при созревании сыра. До какой стадии идет расщепление? Когда по времени появляется прогоркость от липолиза? Вот как раз таки то же, что я и говорил. Может через месяц, а может и никогда. Это очень, очень сильно зависит от вашего молока. И это уже, вот это, друзья, реально не теория. Я работал с разным молоком и работал с тем молоком, где липолиз – зло. Я правильно понимаю, что каждая по виду липаза отщепляет определенный участок в жирной кислоте. И этот участок обладает определенным вкусовыми качествами. Вот почти правильно, вот молодцы. Только не в жирной кислоте, а в молекулы молочного жира. И отщепляет тот кусочек, который остается, это как раз таки жирная кислота и есть. Их много. Можете посмотреть в учебниках. Определенным жирным кислотам соответствуют определенные вкусы. Ощущение, смесь этих жирных кислот – это флейвор нашего сыра. Вкус сыра. То есть, если их там разложить в виде процентного соотношения, то это чуть-чуть, это чуть-чуть, это чуть-чуть, и у нас образуется уникальный вкус сыра. Но там же есть та, которая отвечает за прогорклость. Но вот если ее будет много, то наши вкусы мы же ощущаем. Мы же ощущаем сыр, какой у него вкус. Появится прогорклость. Если уже вообще дальше эту тему, говорите, немножко уходить от химии к биологии, то мы же даже с вами вкусы по-разному ощущаем. А для кого-то это сыр прогорклость будет, а для кого-то с легкой остринкой. Так, следующий вопрос. Плазмин – это тоже липаза. Нашла, что плазмин обладает специфичностью к фракциям козеина и вызывает гидролиз жира. Это про молочный жир с запертыми цели. То есть при созревании сыра это будет липолиз, который наступит позже. Так, вот правильно мыслите, и молодцы, что мыслите. Немножко напутали, ничего страшного. Не бойтесь задавать вопросы. Напутали, я сейчас поправлю все. Плазмин – это у нас не липаза, это фермент, который действует на белок. Это протеаза. Плазмин, наверное, один из первых, если не считать, сычужный фермент, который начинает процесс протеолиза в сыре и может выдерживать высокие температуры нагрева. Он может воздействовать на оболочку жировых шариков, так как она частично белковая. Она частично состоит из казинатов. Это так и есть. И это вот то, что мы с вами сегодня на семинаре уже обсуждали, что жировые шарики разрушаются уже в процессе созревания сыра. И да, по логике липолиз, который наступит позже. Липолиз у нас идет во время всего срока созревания сыра, как и все биохимические процессы, как и протеолиз идет. Единственное, что мы должны понимать, для всех биохимических процессов у нас нужна вода. Есть случаи, когда мы можем очень сильно замедлить эти процессы. Вода и, конечно же, кислотность уровень pH у нас влияет на все ферментативные процессы, которые происходят в сыре. Ну, наглядный тому пример. Перекисший сыр у нас практически никогда не будет с яркими вкусами. Банально, уровень pH не дает нормально работать ферментом. Да, и вы правильно поняли, вы правильно нашли, что плазмин будет оказывать действие на жировые шарики. В этом ваша мысль просто шла в нужном направлении. Молодцы. Так, и какой вкус даст этот липолиз плазминам? Протеолиз вкус тоже даст. Мы же понимаем и мы с вами говорили, что в результате протеолиза у нас образуются свободные аминокислоты, которые и сами по себе могут обладать каким-то вкусом и, образовывая в дальнейшем органические соединения, у нас будут появляться уникальные вкусы для сыра. Какой вкус даст плазмин, никто никогда не скажет. Так, про баг-фазу у вас лекция будет. Вот прям уже она есть или будет, я упустил, открывала. Татьяну вам доступ или нет. Но вот здесь вопрос, который, наверное, там не был раскрыт. Хранение при низких температурах приводит к выходу из мицеллобатоказеинов. Процесс поправим. Вопрос вот в чем. Можно ли забирать молоко из танка? Непонятно, прошло ли оно баг-фазы или нет. Посмотрите. Вопрос будет снят. Подержать перед пастеризацией на 30 градусов и сколько по времени? В надежде, что все процессы пройдут и восстановятся. Замечательный вопрос. В тему нашего восприятия с вами времени. Вот вы сейчас меня спросили. Подержать перед пастеризацией на 30 градусов, сколько по времени? Понимаете, у вас пастеризация взаимет время. У вас охлаждение после пастеризации займет время. Вот эти промежутки времени, когда у вас молоко уже не холодное, вполне хватит для того, чтобы восстановить, конечно же, не полностью. Все эти хранения низкотемпературной пастеризации, они не полностью обратимы. Но восстановить определенные свойства молока можно. Поэтому всегда процессы представляете у себя в голове не только как циферки в техкарте. Один, два, три, четыре, пять. Процессы вы должны еще у себя представлять на шкале времени. И они занимают довольно-таки большие промежутки. Мы с вами говорим, окей, вопрос тогда может быть логичный, зачем мы об этом говорим? За тем, чтобы вы знали. За тем, чтобы вы знали, что если вы рассматриваете свой технологический процесс, косяки, что-то не получилось, либо пытаетесь придумать какой-то новый сыр, вы должны понимать, что происходит с молоком и накладывать эти знания на свой технологический процесс. Так, у меня вот тут вопросы закончились. Я еще там помню несколько вопросов, которые оказывались не там, где надо. В итоге мы их, наверное, не нашли сегодня. Поэтому задавайте-ка в чате, что не понятно. А я еще немножко поболтаю на то, что вижу и о том, что думаю. Так, если липаза сработала не так, как хотелось, исправить это можно или нет? Нет, это не исправить. Более того, даже плавленый сыр выйдет несъедобным из такого исходного сырья. К сожалению, это так. Прогорклость бывает только от липолиза или еще от протеолиза. Их можно различить. Нет, прогорклость – это исключительно история липолиза. Если мы будем говорить о горечи, про горклость и горечь, вы понимаете, палитра вкусов, она большая. Нужно не путать их. Вот если мы говорим о горечи, то там причины разные. И там и протеолиз задействованы, и липолиз может быть задействован. А про горклость – нет. Про забирать молоко из танка, про созревание молока. Что именно про созревание? Так, давайте я посмотрю бакфаза. А, нет, еще не выложено видео по бакфазе. Давайте я не буду рассказывать про созревание. Сейчас у нас будет как и техпроцесс. И вы посмотрите про бактериальную фазу. Возможно, у вас многие вопросы отпадут. Так, если я смешаю теплое с холодным, и это приведет к увеличению нативной липазы, а потом все равно пастеризую, какие риски? Немножко не так. Когда вы смешиваете теплое с холодным, у нас происходит активизация некоторых нативных липаз. И вот в момент этой активизации они могут проникать сквозь оболочку жирового шарика. Вот это вообще уникальный случай для липолиза, но это происходит. И именно это одна из причин, почему никогда не смешивают при резервировании теплое с холодным. Есть вопрос по микробиологии еще. Он тоже не последний, мы его обсудим. Но когда мы читаем учебники, а учебники, друзья, написаны все для больших промышленных производств с их объемами, и эти объемы накладывают определенные особенности, то там одна из главных причин – это вот этот липолиз, который будет проявляться при смешивании теплого и холодного молока, а конкретно при резких изменениях температур. И оболочка защитного шарика в этом случае может не помочь. После пастеризации вы липазы нативные разрушите, а жирные кислоты, которые уже проявились, потому что липолиз идет, его никто останавливать не будет. И ферментам совершенно пофиг на то, что мы думаем. Они работают так же, как если вы смешаете два вещества, и они начнут взаимодействовать между собой, они не будут ждать. Вы знаете, мы через полчаса должны подействовать. Да, пастеризация уже не спасет. Опять же, вот эта больная тема липолиза. Я надеюсь, у меня получается донести до вас, что липолиз, с одной стороны, это хорошо. Вот так, как, знаете, говорит медаль. С одной стороны, это замечательно. Липолиз нам додает гамму ярких вкусов. Вкус молочного жира, жирных кислот – это самое первое, что мы ощущаем в молодом сыре. По этой же причине все обезжиренные сыры невкусные, блин. Потому что там нет молочного жира, нет жирных кислот. Но с другой стороны, если у нас есть пороки в молоке, и на уровне молочного жира их очень сложно определить. Мы можем определить, сколько там жира, сколько там белка. Мы не можем определить, есть ли там свободные жирные кислоты, и есть ли там разрушенные жировые шарики. И как кормили животных, и какой набор там жирных кислот. И в этом случае Липолиз не становится нашим врагом, но, вы знаете, такой наш сосед, который в любой момент может сделать что-то неприятное для нас. И наша задача – понимать, где мы можем добавить лишнего жира, если это молодой сыр. Мы можем всегда не бояться, какое бы там ни было молоко. И если это сыр на выдержку, у нас будут факторы, на которые влияет жир. Почему нельзя делать твердые сыры с повышенным содержанием жира. Это одна тема. Но все-таки сейчас для нас главная тема – это особенность Липолиза. И на твердом сыре, на выдержанном сыре мы должны быть готовыми о том, что если мы относимся спустя рукава к этим процессам, то, возможно, мы испортим сыр. Но бояться молочного жира не надо. Если вы знаете, что у вас хорошее молоко, оно уже… Вы с ним работаете давно, и вы знаете, что у него, у продуктов из этого молока замечательный вкус, не бойтесь Липолиза. Нотки прогорклости даже в полножирном, сильно выдержанном сыре, они, конечно же, будут появляться на последних стадиях, потому что Липолиз, как мы уже говорили, он идет всегда, и со временем они просто будут накапливаться. Но, возможно, в вашем сыре это будет довольно приятной особенностью. Особенность сборного молока. Я, честно скажу, я не работал со сборным молоком, видел много проблем с ним и вижу много проблем с ним, хотя бы потому, что одного фермера контролировать сложно, десяток фермеров, ну, это жесть вообще. Знаю, что идет сборное молоко замечательно на кисломолочные продукты. Они очень хорошо выдерживают многие пороки молока. Но вот на сырах, особенно на выдержанных, к сожалению, когда другого молока нет, приходится с ним работать. Здесь вопрос, как фермер, а их оказывается несколько, соблюдал условия дойки и резервирования молока. Так, по плесени. А плесень спасает от прогоркости? Я гранзолу имею в виду, нет, не спасет. Если вы нарушили технологию, если у вас проблемное молоко, плесень, наоборот, активный продуцент липаз. Активный продуцент, кому непонятно это слово, активно вырабатывают липазы. Про разрушение пептидных связей. Этот процесс идет до полного разрыва, до аминокислот. В идеальных условиях – да. А в условиях сыра, к сожалению, нет. Этот процесс может остановиться, этот процесс может замедлиться. Вы знаете, это наглядно видно на некоторых сырах, где горечь есть, и горечь потом уходит. Если нормально процесс шел, то горечь уйдет. Если нет, то в принципе процессы протеолиза могут остановиться. Это может быть связано с недостатком свободной воды той же самой. Это может быть связано и с кислотностью в тесте. В принципе, две такие явные причины. Ну, банально – пересушили и перекисло. Но их там намного больше. Если я подарила корову и сразу смешала парное молоко с холодным, то могу сразу варить сыр. Да, вы можете сразу варить сыр. Бакфаза… Забейте на бакфазу. Реально. Посмотрите следующее видео, поймете, что бактериальная фаза… Ну, не миф, конечно же, не миф. С точки зрения биологии бактериальная фаза вполне себе действенная вещь. Другое дело, что в ваших условиях вы можете на нее не обращать внимания. Прямо сегодня откроем этот урок и будем готовиться к тестированию. Я думаю, на следующей неделе выложим тесты. А я пока буду готовить видео для первого потока. Они же потом придут и вам. Так, друзья, давайте еще вопросы у кого есть и что непонятно по теме лекций было. Не пугайтесь, если сейчас непонятно много. По мере того, как мы с вами будем разбирать технологические процессы, вам будет легче. Вам будет легче. То, о чем мы говорили сейчас, мы это будем применять к тех процессам определенных сыров. И вам будет намного легче, вам будет понятно, зачем мы говорили об этом. Ну, вопросы в тесте будут по всем темам. Даже по истории. Да, так и есть. Это по заявлению производить, по тому, что нам говорит производитель. Опять же, я не могу сказать про все. Хансен нам говорит о том, что его ферментативный химозин не задерживается в сгустке. Верите этому или нет, не знаю. С точки зрения биохимии, есть исследования у Климовского по поводу остаточного количества ферментов. Вот по поводу натурального сычужного фермента, это я вам могу однозначно сказать. Эти исследования подтверждают о том, что он задерживается в сырном тесте, образуя связи с мицеллами козеина. И потом уже начинает выступать в роли активного источника протеолиза и может повлиять на появление горечи в сыре. Так, какое возможное влияние может вызвать внесение молока перед ферментом приправ в виде порошков? А что за приправ? Вопрос только в этом. Давайте подумаем вместе. Какие могут быть последствия? Что я для себя вижу? Ну, во-первых, одно из последствий это может быть, к примеру, если это мелкая дисперсная среда, то может быть влияние на сгусток, на связи. Но опять же это будет незначительно, потому что это нужно внести приправ просто дофигища. Так, далее. Ну, по поводу биохимического влияния сложно сказать. Что за приправу вы будете вносить? На мой взгляд, больше никакого, чем какое-то влияние это будет оказывать. Я бы, некоторые, если уж говорить о солях в некоторой едааже, соль вносят в молоко. Есть типы мягких сыров, где солится не готовый продукт, не зерно, а соль вносится прямо в молоко. И ничего, получается все замечательно. Я пробовал сам. Тест, там довольно легкий тест. Он с ответами. Нужно просто выбрать правильный, либо неправильный ответ. Давайте я еще пару слов скажу. У вас, может, еще вопросы появятся. Хочу сказать о меди. О меди, о некоторых традиционных моментах сыроделия. Я никогда не буду выступать противником. Ни меди, ни каких-то необычных фишек, которые применялись в сыроделии с давних времен. И в Европе вот так делают, делают, делают. Но, друзья, пожалуйста, поймите правильно. Это делают на определенном молоке и для определенных сыров. Никто моцареллу в медных котлах не варит. Ну, надеюсь, я не видел. А если и варят, то потому что им эти котлы достались по наследству. И новые покупать дорого. Мы с вами тоже в алюминиевых кастрюлях варим. Не потому что нам так завещали традиции исконно русского сыроделия. А потому что часто нет денег. А в Европе, вы знаете, нержавейка довольно дорого стоит. И, насколько я помню, вот эта обилие пластиковых форм именно связано с тем, что пластик дешевле, чем металлические формы. И если там и применяется медь, то сейчас она на производстве применяется для тех сыров, которые, опять же, традиционно варились в медных котлах. Я вам скидывал исследование по поводу одного из таких сыров, где ученые исследовали влияние меди на развитие микрофлоры молока. И вот именно чтобы повторить, как это было традиционно и воссоздать, используют медь. Надо ли оно вам? У нас даже нет такого молока, как там. Что мы копировать собираемся? Повторять ли это нужно для понтов или потому, что мы это там увидели? О том, что медь вредна для молока – это не издержки советского сыроделия. Вот мы сказали в Советском Союзе, или ученые, что медь вредна. Ну и что, что они сказали? В Советском Союзе и сыра не было, и исконно русского сыроделия нет. Нет, друзья, возьмите любой учебник. Тепелло – это немец. Возьмите французский учебник, возьмите итальянский учебник. Возьмите, блин, де Максуини доступен. Американец. У них у всех написано – медь вредна. Медь вызывает липолиз, и это негативно сказывается на вкусе сыра. Где-то в каком-то определенном сыре это, возможно, будет хорошо на определенном молоке. Но не для всех. Ну и то же самое, некоторые традиционные моменты по поводу непастеризованного молока. Молока, которое, не знаю, там оставляется на ночь, утром добавляется только свежездойны – это исключение из правил. Исключение из правил, которое, опять же, появилось, потому что эти сыры были в какое-то время переведены в статус защищенного наименования по региону. И по-другому их делать уже нельзя. Если производитель хочет иметь этот значок, он будет делать именно так. Не потому что ему так удобно, не потому что так правильно, а потому что так велят традиции. Вопрос по альпийскому сыру – до какой стадии вымешивать зерно? Пока не будет готово. Вот тут честно не могу по-другому ответить. Оно должно быть готово. Альпийские, опять же, разные есть. Вообще название альпийские – это как качота. Ну, как и многие сыры у нас тоже. У меня альпийский с мелким зерном, размер зерна – рис, и это твердый сыр. И я вымешиваю зерно до готовности. То есть зерно должно быть готово. Так, я пропустил один вопрос. Этот скрип вызван плотными связями казино. Эти связи такие плотные. Почему получаются температуры и может ли скрипеть сыр из-за фермента? Сыр скрипеть из-за фермента будет всегда. Потому что фермент является условием, при которых у нас образуется гель. Поэтому без фермента у нас будет просто молоко. Будет ли сыр скрипеть, если переложить фермента? И да, и нет. Вот вы знаете, если вы правильно рассчитываете точку, когда сгусток готов, то практически как бы вы не переложили ферменты, это не скажется на конечном продукте. А вот косвенное влияние почему бы и нет? Если для вас, например, время, через которое разрезается сгусток всегда одно и то же, и вы ориентируетесь, что сгусток нужно резать через 45 минут, то, конечно же, разница в сырном тесте при различной дозировке ферментов, при таком подходе будет, и фермент будет влиять. Почему они такие плотные? Это не плотность конкретно связи, это количество связи. Если мы представим две мицеллы, они же не так, что тут есть точка соединения, тут, тут и все. Там у этих точек может быть множество. Когда они соединятся? Вопрос очень обширный. Надо будет нам это отдельно как-нибудь рассмотреть. На это влияет и температура, и то, как мы обрабатываем зерно, и то, как мы нарезаем зерно, и кислотность, и скорость обсушки, и даже то, что мы варим халуми. Это, кстати, одно из вариантов обезвоживания и увеличения температуры. Когда у меня будет доска, вот тут, к которой я могу подойти и что-то нарисовать на ней, мы с вами поговорим еще о том, как образуются эти связи. И это у нас будет еще в теме про синерезис, обработку, процессы, которые у нас происходят уже во время работы с зерном. Ну, в общем, да, фермент может влиять на скрип сыра, но это косвенно. То есть можно при том же количестве фермента сделать, что будет скрипеть, а может и не будет. Так, что у нас в чате, в чате? Друзья... А, ну вот тут ответили. Так, я никакие не пропустил вопросы. Ну, может, у вас еще есть что спросить. Ну, вы спрашиваете, есть ли вопросы по теме лекции закончились. Возможно, у вас что-то прям важное сейчас, и вам нужно спросить, не дожидаясь какой-то лекции. Вы можете спросить сейчас, пока время есть. А, тест на мастит. Мастоприм, да, препарат Мастоприм. К нему идет инструкция. Это из тех препаратов, что знаю я. Те, кто занимается самостоятельным разведением коз и коров, возможно, в чате подскажут другие более доступные средства, чем мастоприм. Можете... Пиаж моментально убегал в процессе прессования, не успевала прессовать. Да, дело в молоке. Дело однозначно в молоке. На летнем молоке такое, в принципе, я часто сталкивался тоже. У нас же как, смотрите... Не бойтесь, если сейчас непонятно, мы потом тоже это разбирать будем. У нас, когда появляются... Пиаж, пиаж – это свободные ионы водорода, да? Они свободные, пока их никто не связывает. Но вот в молоке всегда у нас содержатся соли, остатки кислот, которые выполняют роль буфера. Но вот не надо сейчас прямо это связывать с буферной системой молока. Они так или иначе связаны. Мы сейчас просто говорим о нарастании кислотности. Культуры работают точно так же. Количество молочной кислоты, которую они выделяют, тоже то же самое. Но количество пусть буферных веществ, которые может нейтрализовать, меньше. И тем самым у нас пиаж нарастает намного быстрее. Ну, в данном случае просто напросто делаем корректировку количества культур, которые мы вносим. Максим, не помню, не помню, не помню, Максим. Не помню, что там за стрелка. Давай я лекцию посмотрю. И отвечу, это, наверное, была одна из тех лекций, когда я решил конспект сначала писать на доске изначально, а потом по нему рассказывать. И понял, что получается полнейшая хрень. А еще, наверное, я пару лекций так сделал, и потом я от этого отказался. Потому что я в итоге сам запутался. Вот так. Вот так. Что ли? Вот так. И вот так. И facilite. Это не из-за? Так, друзья, есть вопросы, нет вопросов. Мне спешить некуда. У меня, к сожалению, работа еще здесь. Так, если я сразу положу много пресса, сыворотка останется в зерне, и потом сыр будет более влажным. В всех рецептах размер груза отличается. Ну, знаете, что могу сказать? Что могу сказать? Во-первых, мы вроде это в чате обсуждали о том, что, ну, забейте, вы нависаете немножко. Во-первых, не пропускайте стадию самопрессования сыра. Это очень важно. Даже если вы прессуете сыр под сывороткой, пластом, стадия прессования, а самопрессование обязательно должна быть. Не избегайте ее. При наличии стадии самопрессования, хотя бы по 20 минут, переворот еще 20 минут, вы максимально сможете избежать запирания сыворотки внутри сыра, даже если немножечко ошибетесь с начальным весом. Нет, просто сливаем. Если в сыворотке нам ничего не дает. Когда в рецептуре, если в сыворотке, это просто для удобства вымешивания. Почему-то об этом никто не говорит. Нам нужно изменить баланс. Ну, промывка она для лактозы. То есть, я не знаю, как тут. Ксалям, может, мысль свою получше раскроить. Если лактоза, то мы должны уменьшить количество лактозы в сыворотке для того, для того, чтобы у нас началось движение лактозы и зерна обратно в сыворотку. Но просто отбирая часть сыворотки не получится. Нам нужно обязательно добавлять воду. Причем для этого нам даже не обязательно сливать сыворотку. Если уж говорить о процессе в целом, мы можем просто добавить воды. Так, какой вес при прессовании дать на сыр? При прессовании дать на сыр. Начинайте. Первый этап у нас всегда – самопрессование. Следующий этап – один вес головки. Следующий – два веса головки. Итак, увеличивая, пока не закроется корка сыра. Не будет сформирована головка. Я точно кидал видео. Скажите мне, пожалуйста, может, я забыл. Я тогда скину еще. Я показывал видео, как я прессую сыр на производстве. И что я понимаю, под тема закрылась головка, сформирована корочка или нет. Потому что там все очень банально легко. Две стадии образования сгустка под воздействием фермента. Как они влияют на будущий сыр? Если мы говорим это о стадиях образования сгустка, то их там три, а не два. Наверное, мы об одном и том же. Это будет лекция. Я без доски на пальцах это просто, к сожалению, друзья, не смогу объяснить. Это будет непонятно. Конострата. Один всплыл, другой нет. Что случилось с тем, что не всплыл? Даже при желании не отвечу. Не обижайтесь. Честно, не знаю, что на такой вопрос ответить. Вариантов дофига. Вплоть до того, что в двух головках разная кислотность. Это тоже будет влиять на плавучесть сыра. Не, не, не замучили. Задавайте вопросы все. Просто некоторые, вы знаете, есть тех процессов, которые не понять. Ну, я бы предположил, что пиаж не того, что не всплыл, немножко повыше. В смысле повыше. Шесть – это не выше, чем пять. Если варить сгущенку, как поймать момент докристаллизации? Как поймать? Варите на более меньшей температуре. Во-первых, она у вас и коричневой не будет, и с кристаллизацией вы не сильно попадете. Других способов в домашних условиях я, честно, не знаю. Макс, что за статья про фигменты? Немножечко это дополни, запутался. Вот Анна делает констраты. Ей виднее. Ни разу его не делал. Да, кишечка сразу. И дрожжи сразу, и кишечка сразу. Позднее вспучивание. Ну, что значит проявляется? Кишечная палочка и активный кислотообразователь, и часто продуцент углекислого газа. Поэтому мы еще и на стадии прессования, и на стадии посолки, мы можем наблюдать ее сразу же, особенно в непастеризованном молоке. По поводу 10-12 день, скорее всего, это когда продукт был заражен во время производства. Вы должны понимать две разницы. В угличи не могли вообще говорить о непастеризованном молоке. Вы же знаете, да? Как они там с любовью относятся к непастеризованному молоку. А значит, скорее всего, речь шла о повторной контоминации кишечной палочкой продукта во время технологического процесса изготовления. Да, конечно, в таком случае проявления сразу его не будет, потому что количество бактерий, кишечной палочки, еще мало для того, чтобы она могла как-то показать свое действие. Но если вы делаете не из прессоризованного молока, вы это заметите сразу же уже после посолки. Вера, вот я вам одно могу посоветовать и вообще всем. Не надо судить сыр по дыркам. Если вы понимаете, что в сырной головке аномальное, так скажем, газообразование идет, которое вы не задумывали, как технолог. Вы же технолог, не важно, что вы варите дома сыр, которое вы задумывали. Значит, что-то пошло не так. Значит, какая-то технически вредная флора у вас попала в сыр. Отвечать, что это, квастридии, кишечка, дрожжи, очень неблагодарное дело. Ни один микробиолог вам никогда не даст однозначный ответ. Вот они люди с опытом, и они знают, что нельзя отвечать однозначно. Только посев на селективную среду и затем изучение, либо сейчас технологии, конечно же, двинулись дальше. То есть, сейчас есть геномный анализ, может дать вам ответ, кто это. Все остальное – это гадание на кофейной гуще. И я с удовольствием смотрю на это в чате, когда кто-то выкладывает фотку и говорит, что это. Смотрите, хрен его знает, что это. Друзья. И не впутывайтесь в эти споры. Мой вам совет. Так, видео по допрессовке повторю. Вижу в чате тут вопрос, что за несколько дней. Да, друзья, мы их собирались дать за несколько дней, но мы не успеваем. Все, все, я понял, Макс. Ты имеешь в виду, когда мы для определенных анализов используем свойства ферментов выдерживать температуру. У нас будут лекции по анализу. Мы там будем о них говорить. Мне сегодня некоторые темы вам просто без доски неудобно рассказывать. Вы уж не обижайтесь, друзья, на меня. Я так привык к доске, я привык рисовать, как без рук. Вера, вообще вы и от кишечной палочки не умрете, и от дрожжей не умрете. А те бактерии, которые могут нанести вам летальный исход, не оставят в сыре ни дырочек, ни прогорклого вкуса. Поэтому вы могли бы его и так съесть, а на переплавку тем более. Высокие температуры. Но учтите, это нужно делать только для себя. Даже коллег, даже самых любимых коллег так кормить не надо. Если мы вообще говорим, ну, это бурт микробиологии. Если мы говорим о кишечной палочке, то их же сотни различных штаммов. И если из них искать ту, которая действительно может человеку навредить, то там она будет одна, всего лишь один вид. И не факт, что вы умрете от нее. Просто есть законы, есть нормы. И, возможно, ваш организм даже и не заметит ее, а кому-то будет неприятно. Так, можно ли добиться нормального сгустка при высокотемпературной пастеризации? Говорят, что это хорошо для мягких сыров, ведь этим мы удерживаем влагу. Но у меня никакого сгустка не получается. Да, это хорошо для мягких сыров, но это хорошо для сыров смешанной коагуляции. В первую очередь сыров, где кислотная коагуляция превалирует над сычужиной. То есть у нас получается в первую очередь кислотный сгусток с некоторыми свойствами сычужного. Это, ну, самый близкий пример – это лактики. Кто не понимает лактики, самый близкий нам лактик для российской души – это шевр. Так, я сам работал с формами на вставках, те, которые кодово. Они очень хорошие, мне нравятся. Формы с микроперфорацией еще лучше. Любые формы, которые обеспечивают качественный отток сыворотки от головки сыра, обречены на успех. Качественное прессование сыра на 50% – это форма, лишь потом все остальное. Поэтому хорошая форма – всегда хорошо отпрессованный сыр. И микроперфорация в любом случае – это лучшее из того, что сейчас есть на рынке. Да, без кока-колы тоже. Но она в Крыму есть, и это уже радует. Хотя я вчера переел винограда. Его тут тоже много. Так, камамбер – это не та история. Не надо на камамбер высокотемпературную пастеризацию. Есть некоторые особенности с формами микроперфорации. Особенности мойки. Особенности распрессовки. Ну, Углич не обманул. Просто я не знаю. Да, там была тема у них. По-моему, это Остроухова. Ирина ведет по мягким сырам. Она там лекцию читала. К сожалению, у нее в лекции было смешанное различные мягкие СРС с различными технологиями. Поэтому тут вопрос. Еще она эту лекцию не дала. Все давали презентацию. Она единственное ей не дала. Даже не проверить, что она там говорит. А я не помню. Я засыпал на той лекции. Она была скучновато. В советских книгах, где молоко добавляют в закваску до пастеризации. После пастеризации добавляют еще в закваску. Немножко не так. Добавляют в закваску в основном для созревания. Но только молоко пастеризуют, добавляют в закваску. Потом термизацию производят. Термизация – это не пастеризация. Это кратковременные нагревы и охлаждение. Я сегодня то же самое буду делать у себя. Ну, немножко не так, как в советской школе. Если получится, на днях расскажу, зачем я это сделал. Для домашнего вполне хватит и рычажного. Более того, для домашнего хватит даже ведер из Леруа и Мерлен. При мне итальянец сделал замечательную прессовку Монтазио двумя ведрами, 10-литровыми с надписью Леруа и Мерлен. И больше ничего не было. Конечно, пневматика удобнее. Рычажный тоже неплохо. Ну, опять же, как пневматику удобнее? Под пневматику компрессор нужно его где-то ставить. Не, наверное, рычажный, двурычажный английский пресс. Вроде он так называется. Самая удачная история. Я себе как раз тоже хочу такой заиметь на съемку лекций, которые будут для новичков по сыроделю. Так, ну, друзья, если на сегодня все, если вопросов больше нету, то давайте заканчивать. Очень надеюсь, что к следующей лекции, семинару, прошу прощения, к следующему семинару у меня уже будет доска, ну, флипчарт у меня будет однозначно, но хотелось бы уже доску и класс частично отремонтируем. Это он как раз вот там, за дверью. Там большой класс, и там будет весело и удобно. А здесь, где я сейчас сижу, здесь я организую лабораторию. Наверное, часть съемок мы тоже здесь проводить будем. Так, друзья, всем вам большой привет из Крыма. Здесь жарко, немножко необычно. Но в ближайшее время это будет домом Академии сыра. До встречи в чатах, задавайте вопросы. Очень вас спрошу, не бойтесь глупых вопросов. Вы бы знали, сколько я жалею о том, что в свое время я не задавал глупых вопросов, когда была возможность. Так что спрашивайте. Всем пока, всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok